Добрый день! Меня зовут Лилия Бормусова, и сегодня у нас с вами курс по чудесам, который называется «Сила надежды». В древнегреческой мифологии надежда – это последнее, что осталось на дне знаменитого ящика Пандоры. Потерять ее – это значит впасть в беспросветное отчаяние, без шанса спастись. Мы надеемся на лучшее, когда другого выхода больше нет. В некоторых случаях это может стать настоящим спасением. Надежда – это не просто красивое слово. Она является сильным, естественным мотиватором. Именно она подталкивает человека действовать, даже если ситуация кажется безвыходной. Надеясь и веря, люди находят в себе силы и волю бороться, несмотря ни на что. Согласно теории американского психолога Чарльза Снайдера, надежда состоит из трех элементов. К ним относятся целенаправленные мысли, цели для их достижения и мотивация. По наблюдениям Снайдера, люди, лишенные надежд, не имеют стимулов для развития и движения. Отсутствие веры в собственные силы приводит к бездействию и фрустрации. В то же время наличие надежды помогает в продвижении вперед. С ее помощью человек не только действует более уверенно, но и располагает четким планом, стратегии, которая помогает в достижении поставленных целей. Надежда способствует успешной адаптации к различным болезням, травмам, в том числе приводящим к парализованному состоянию. В одном из исследований ученые предложили испытуемым заполнить шкалу надежды, после чего попросили погрузить руки в холодную воду и держать как можно дольше. Большинство людей с высокими результатами тестирования продержались почти на 30 секунд дольше. Такая терпимость к дискомфортным ощущениям может быть частично связана со способностью не зацикливаться на болевых ощущениях. Даже чувствуя боль, люди с высоким показателем надежды могут сконцентрировать свое внимание не на неприятном ощущении, а на цели. Также статистика показывает, что онкобольные с высоким показателем надежды живут дольше. Речь не всегда идет об исцелении. Даже самый позитивный настрой не способен магическим образом излечить болезнь. Однако наличие стремлений, маленьких целей и приятных воспоминаний позволяет людям держать себя в порядке, соблюдать режим, не забывать о гигиенических процедурах и здоровом питании. Надежда не спасает от летального диагноза, но она способна значительно улучшить качество жизни. Самый важный компонент надежды – это вера. Внутри надежды обязательно есть вера, что что-то, что ожидается, возможно. Эрик Фрун говорил, надежда – это умонастроение, сопровождающее веру. Вера не смогла бы продержаться без духа надежды. У надежды нет иной основы помимо веры. Когда уходит вера, надежда, обернутая вокруг нее, омрачается и начинает умирать, как кора дерева, сгнившего в сердцевине. Но если вера остается, надежда тоже выживет. Мы надеемся, что наши возможности будут самыми лучшими. И верим, и надеемся там, где наши возможности заканчиваются. Надежда, как составляющая оптимистичного взгляда на мир, скорее позитивная функция нашего воображения, которая дает образ будущего и мотивацию. В сложных жизненных ситуациях надежда призвана надеть на человека веру, но она не признана надеть на человека розовые очки. И она допускает любые возможности и допускает вероятность. Это, например, надежда пережить сложную операцию, пройти действительно темную полосу жизни. И здесь от человека зависит его внутренний настрой, собранность. Но во внешних обстоятельствах он не в силах что-то поменять. Из-за еврейского происхождения австрийский психотерапевт Виктор Франкл провел военные годы в концентрационном лагере. И несмотря на тяжелые условия содержания, он продолжал свою работу, оказывая помощь другим заключенным. Он проводил сеансы терапии, во время которых узники лагеря мысленно уносились из травмирующей обстановки, представляя себя в приятных ситуациях. Франкл стремился отыскать смысл в переносимых страданиях. Отсутствие этого самого смысла могло усугубить состояние, стать причиной депрессии и спровоцировать суицидальный риск. Если пациент знал, ради чего готов пережить все эти мучения, он имел больше шансов справиться с трудностями, обретал надежду на лучший исход. Потеря надежды — это потеря образа будущего, в котором все будет хорошо. И эта надежда никогда не теряется одна сама по себе, теряется ощущение опоры, теряется вера. В такой ситуации помочь двигаться дальше и не терять надежду могут много различных вещей. Например, поддержка близких, юмор, желание, вера, внутренний мир, смыслы, прошлый опыт и конкретные действия. Чем больше у человека таких опор, тем проще справляться и надеяться. В тяжелые времена всегда помогает вспомнить, что в жизни уже были испытания, которые вы прошли. Если вы во что-то верите, например, в Бога или в прогресс, в науку, в человеческие силы, разум и находите каждый раз в этом смысл, все это дает надежду. Не стоит недооценивать юмор. Он помогает в простых и в сложных жизненных ситуациях. И в итоге одна и та же история, рассказанная и воспринятая по-разному, может быть и драмой, и комедией. Терять надежду так же, как и терять и находить что-либо вообще. Это нормально. Это часть жизни. И сейчас я вам расскажу о техниках развития надежды. Одна из них — это рациональное мышление. Надежду могут испортить негативные мысли. Фокус на негативных мыслях может привести к тому, что теряется вера в себя и в целый мир. Поэтому, чтобы не попасть в ловушку этих мыслей, важно доверять и проверять их на рациональность. Для этого нужно с ними спорить. Например, задавать такие вопросы своим мыслям. Есть ли доказательства того, что мысль верна? Или есть ли доказательства, что мысль неверна? А как можно более разумно подумать в этой ситуации? Также одной из технологий развития надежды являются поведенческие эксперименты. В развитии надежды помогают небольшие эксперименты. Например, вам грустно и никуда не хочется. Тогда проведите эксперимент и сходите на какое-либо небольшое мероприятие, и вы заметите, что вам станет легче. Или вы гуляете по торговому центру. Вам хотелось бы что-то себе купить, но злобный критик настраивает вас на плохое настроение, в результате которого возникает усталость и нежелание. Вспомните, что вы пришли в торговый центр, чтобы что-то купить себе. И купите, несмотря ни на что. Мысли в голове – это всего лишь мысли. Да, случается, что перестаёшь верить в себя, и теряется всякий смысл. И кажется, что дальше уже дальше, дороги нет. Кажется, что чтобы вновь поверить в себя, должно произойти чудо. И вот тут важно сделать паузу и подумать о следующем. А не навязывают ли мне чужие требования? А независим ли я от чужой оценки? Дело в том, что если вам кажется, что дальше дороги нет, то она на самом деле есть. Но вы её пока не видите. И дальше обязательно что-то будет. Просто пока вам в это сложно поверить. И у вас есть опыт, который говорит вам, что было такое, когда было вначале не видно, а потом стало видно. А ещё вы можете воспользоваться опытом людей, которые тоже пережили подобное. Помогает опыт переживания известных певцов, актёров, спортсменов. Важно никому не доказывать ценность своего существования, ценность жизни в самой жизни. И волшебство есть в реальной жизни. Это наше достижение. Достижение наших знакомых, которые когда-то казались там чудом. Но благодаря вере в свои достижения, пускай даже на 30% чудеса становятся реальностью. Но тот, кто не верит в волшебство, никогда его и не найдёт. И вот я вам предлагаю волшебные вопросы, которые помогут вам прийти к своей цели. Они следующие. Что если вы проснулись и случилось чудо? Ваша проблема исчезла? Что изменится после этого? Этот вопрос помогает обнаружить то, что важно в данный момент. Далее. А что осталось таким же? Этот вопрос помогает уточнить, что стоит оставить нетронутым. А если обозначить нулём самую худшую жизнь, которую только можно себе представить и 10 как чудо, то вы сейчас где? Этот вопрос проясняет мотивацию и помогает построить пошаговый подход к решению проблемы. Следующий вопрос. А что может помешать чуду случиться? Тут мы выясняем потенциальные препятствия для достижения цели или решения нашей проблемы. Далее. А как ваша проблема может помочь вам достичь чудо? Тут мы осознаем, что проблема и чудо несовместимы, и цена проблемы может быть велика. Далее. Какие могут быть признаки того, что чудо уже частично случается? Что вы будете делать с этим? А здесь мы усиливаем эффективность и мотивацию, понимаем, где и в какой момент стоит приложить силы. И ещё немного вопросов, которые помогут вам приблизиться к волшебству. Они следующие. А как ваши близкие узнают о чуде? Как будет продолжаться ваш день, когда утром случилось чудо? Как вы чувствуете себя сейчас относительно вашей проблемы? Ну и какие могут быть ваши первые шаги к чуду? Также в наш курс чудес входят навыки заботы о себе. Для этого скажите себе, например, следующее. Я прислушиваюсь к своим чувствам. Мои чувства имеют значение, и мои чувства принадлежат мне. Ваши чувства реально для вас. Прислушайтесь к своей грусти и отнеситесь с уважением к тому факту, что сейчас вы чувствуете именно её. Если вам сейчас тяжело, признайтесь себе безутайки, что в действительности так и есть. Вы можете сказать себе следующее. Мне сейчас нелегко. Мне следует поддержать себя. Я должен позаботиться о себе. Да, иногда трудно быть собой. И это тоже важно принять как факт. Ведь временами жизнь не соответствует вашим ожиданиям. Да, трудно быть собой. Ведь порой быть собой – это как качели. Сегодня есть ресурс, а потом случаются обстоятельства, к которому вы очень восприимчивы, и вам становится очень тяжело. Вы хотите быть счастливыми всё время, но вы устроены иначе, ведь никто из нас не робот. Безусловно, бывают моменты, когда вы счастливы, ощущаете любовь, смеётесь, как и все остальные. Вы умеете купаться в поэзии и музыке жизни, даже если знаете о том, что время от времени вас преследуют мрачные тени и потерянные мечты. Поймите, что у каждого есть проблемы. Иногда вы мечтаете быть кем-либо другим, наблюдая за тем, какую прекрасную жизнь ведут остальные в социальных сетях. И начинаете спрашивать себя, а что со мной не так? Почему я такой несчастный, одинокий, беспокойный? И вы можете прийти к выводу, что у всех окружающих счастливая жизнь, прекрасные отношения, замечательная работа. Однако информация из социальных сетей не соответствует действительности. Это всего лишь реклама. И чем больше времени люди проводят в социальных сетях, тем большую депрессию и зависть испытывают. Так происходит потому, что социальные сети рисуют ложную картину жизни, словно она состоит из одних только прекрасных моментов, замечательных отпусков, идеальных браков и красивых детей, с которыми всегда легко. Полезно учиться доброте. Я хочу предложить вам, чтобы вы обращали внимание на любые встреченные вами примеры доброты. Это может быть человек, который придержал вам дверь. Или вы увидели, как кто-то ухаживает за тяжелым больным, вселяя в него боевой дух. Все это примеры доброты. Заметив очередное проявление доброты, прочувствуете ее как факт. Представьте себе, что значит дарить добро и каково его получать. Что вы ощущаете, наблюдая подобное? Замечая доброту вокруг себя, вы становитесь более оптимистичными. Легче допускаете то, что другие люди могут быть и щедрыми, и сочувствующими. Давайте вообразим, что вы начнете проявлять доброту, сочувствие и отзывчивость по отношению к самим себе. Представьте себе некоторые беспокоящие вас чувства. Грусть, одиночество, тревогу, безнадежность, зависть или гнев. А теперь представьте самого доброго, самого любящего человека в мире. Он стоит рядом с вами, кладет руку на ваше плечо, наклоняется к вам и шепчет самые теплые, самые нежные слова, какие только можно представить. Что же он говорит? Чудесами мы называем то, что кажется нам невозможным. Но если мы реалистично поставим цель и будем к ней постепенно идти, то наше чудо может случиться. Но главное чудо — это вера в тебя. И когда тебе это удается, то удается и все остальное. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова